Urban Village, такое название, модное, то есть городское проживание в такой вот зеленой среде. Если мы говорим про корпуса, которые находятся здесь, до так называемого наземного метро, буквально 400 метров. Интересный проект, и, как я уже сказал, самое главное, это, конечно, цена. По сути, вы принимаете квартиру, и можно уже отмечать новоселье. Горя-то мой. Поэтому welcome. Привет, друзья. Как говорил наш питерский коллега, а я сейчас нахожусь под Питером еще в 17-м году, сейчас я вам расскажу, зачем я вас сюда притащил. Слово притащил ровно потому, что от города сюда надо ехать. Сколько чего, на карте все покажу. Но сейчас время непростое, и понятно, что экономическая ситуация не самая лучшая. А здесь можно за 8,5 тысяч рублей в месяц купить небольшую студию. И 40 минут до Витебского вокзала, то есть практически до центра Петербурга, а 20-25 минут до метро Купчино. То есть это, посмотрите по карте Петербурга, по карте метро, вы поймете, где это находится. А станция непосредственно за спиной нашего оператора Дениса, ну вот я вот вижу там желтенькое такое здание, буквально 100 метров. За моей спиной находятся новые корпуса, или как там в Фитере, не знаю, на юге говорят литеры, в Москве говорят корпуса. Новые строящиеся корпуса, видно, как называется компания, как называется жилой комплекс. Нова Антропшина, платформа Антропшина так и называется. Здесь уже стоят, построены этим же застройщиком, вот видно прямо на торце здания логотип застройщика «Заобстрой». Но построены это, наверное, более 10 лет назад, это, ну я вижу по внешнему виду. А вот там вдали, видите, такая малоэтажка трехэтажная, это жилые комплексы малоэтажного плана, уже построены, что называется, в нашем текущем периоде. Там есть еще квартиры от застройщика, и это вот такой вот, ну тут Urban Village, такое название, модное, то есть городское проживание в такой вот зеленой среде. Ну, собственно говоря, интересный проект, и, как я уже сказал, самое главное, это, конечно, цена, потому что здесь есть и специальные программы для ипотеки. То, что я уже сказал, да, до 10 тысяч рублей платеж, но представьте, даже если семья имеет средний доход в полтинник на двоих, то вполне себе может обеспечить, купить себе не только студию, но и однушку. Ну, а все остальное, конечно же, мы сейчас походим, погуляем с представителем компании, позадаем вопросы, что здесь есть, чего нет. Кстати, буквально вот пять минут назад здесь проходили потенциальные покупатели. Они, к сожалению, отказались на камеру, но у нас есть звуковая запись, поэтому мы обязательно ее включим в репортаж и расскажем, покажем мнение реальных покупателей о этом проекте. Ну, что, пойдем погуляем. Вы на машине, Викторичкина? Мы сейчас ехали на машине, мы 20 минут отсюда ехали до Купчина, до ближайшей станции метро. А питерцы нормально воспринимают? Это нормально? Можно? Как это? Это принято жить здесь и работать в Питере? Конечно, конечно. Все? Больше у меня вопросов нет? И часто студентам покупают, потому что все вузы, они в центре, а студенту недорогую квартиру, пожалуйста, с рыбой и поехали. Друзья, я специально хочу показать, что застройщик позаботился о парковке. Помимо вот этой, что называется, парковки вдоль бордюра, вдоль поребрика, как говорят в Питере, есть еще специальная парковка. Вот она такая экологическая, то есть тут сделаны вот эти отверстия, чтобы дождь, осадки и все прочее уходило туда, и не было здесь больших луж. Достаточно широко, с двух сторон вполне себе можно парковаться и комфортно себя чувствовать. Кстати, этой зимой здесь проходило мероприятие. И еще, кстати, наш, так сказать, фирменный почерк. Мы всегда берем интервью у первого лица, то есть у руководителя или у кого-то, кто очень близок к руководителю, я имею в виду собственника застройщика. И поэтому обязательно на нашем канале смотрите это интервью, потому что нам кажется, что ответственность человека, который строит, личная ответственность, это очень важно. Ну что ж, мы продолжаем. Алина, это представитель застройщика. Мы позадаем кучу вопросов, про цены обязательно спросим, но небольшая хитрость в самом конце. Что вот здесь, вот на этом месте, я хочу как бы зафиксировать. Во-первых, я здесь увидел видеокамеру. И это говорит о том, что здесь более-менее, как минимум, да, уделяют внимание безопасности. За спиной оператора детская площадка. Сразу вот скажу, да, вот там синий забор, это будут будущие территории. А здесь вы прямо видите вот хорошую аллейку, кстати, сейчас не ночь, но мне кажется, что ночью вот эти фонарики хорошо светятся. А вот здесь на первом этаже, мы сейчас туда пойдем, ну, так называемый шоурум. И маленький прям вот нюанс для тех людей, которые любят, что называется, покопаться в земле. А я знаю, что таких людей много, там есть выход. То есть с балкона, как бы, да, вы попадаете в некий палисадничек, где можно, ну, не картошку сажать, наверное, это прямо здесь будет не сильно перспективно, ну, какие-то цветочки, что-то еще, я не знаю, что в Питере высаживают. Можно сделать. А за моей спиной вот там та стройка, с которой мы начинали, и сейчас я как раз вот обращаюсь к Алине. Алин, про технологию строительства. Я вижу, что это монолит-кирпич, а что вот это такое зелененькое? Это какой-то утеплитель специальный? Да, по технологии строительства здесь у нас кирпич-монолит, соответственно, идет дополнительный слой утеплителя, и сверху идет уже штукатурка. Это какая-то, ну, что называется, стандартная история для области, для Ленинградской? Или это ваше какое-то дополнительное, что называется, дополнение в продукт? Ну, на самом деле, технология плюс-минус по застройщикам, она идет идентичная. То есть это кирпич-монолит, да, это может быть слой утеплителя, навесной фасад. Далее у кого-то штукатурка, у кого-то керамогранит, ну и так далее. Я понимаю, что сейчас, например, в Питере некоторые, ой, в Москве некоторые застройщики делают без балкона. Что здесь с балконами? Здесь в каждой квартире у нас предусмотрено либо балкон, лоджия, все они идут с холодным остеклением. То есть при желании человек может использовать это пространство полезно. Да, то есть внутреннее утепление идет, и кто-то совмещает с кухней, да, кто-то делает какой-то себе там зимний сад, кабинет, спортзал и так далее. Что касается вот этих девятиэтажек, это же девять этажей, да? Да, все дома подъезды. Сколько там лифтов в подъезде или как у вас называется, в парадном? В парадных, в подъездах у нас предусмотрен один лифт, там в принципе больше не имеет значения, но очень... Нет смысла. Нет смысла, да, использовать два лифта, потому что небольшое количество квартир, в принципе, предусмотрено в проекте. Предусмотрены квартиры абсолютно разных метражей, поэтому одного лифта вполне достаточно. Какие есть планировки? Планировки есть абсолютно разные на любой вкус и цвет, это большие студии, да, студии начинаются где-то от 24 с небольшим метров, можно рассматривать широкие студии, там рассмотреть студию, там порядка 30 метров, однокомнатные евроформаты, двухкомнатные квартиры, там начиная от 50 метров и заканчивая где-то, ну, почти 68. Поэтому на любого покупателя, на любой запрос мы сможем найти тот вариант, который полностью строит. Вот только что вы видели, да, проходили покупатели, которым я приставал, и они произнесли такую фразу, очень удобно для студентов. Я понимаю почему, потому что здесь, ну, как бы нет такой прям инфраструктуры для школьников, да, потому что школа пока только вот в коммунаре, а студенту действительно удобно. Какие вообще категории покупателей есть? Много ли студентов это и те же самые? Ну, на самом деле уникальность проекта заключается в том, что он подходит под любой запрос, под любой возраст, да, то есть здесь нет какого-то разделения, что там, это подходит. Подходит там для людей от такого-то возраста. Это удобно для студентов, для молодых семей. Здесь большое количество у нас военнослужащих, да, это подходит людям, которые там уже на пенсии находятся, да, вот палисадники, пожалуйста, как вы говорили до этого. Поэтому абсолютно разный сегмент. Я, кстати, заметил, что я вообще никогда в детстве к теме дачи относился крайне негативно. Для меня это было что-то из ряда вон, а вот с возрастом уже понимаешь, что, наверное, бы какую-то клумбочку мне бы не помешало иметь. Я вижу, что здесь, кстати, вот для зрителей добавлю, я специально посмотрел, мы сюда приехали на каршеринге, вот стоит, кстати, делимобиль, я видел здесь еще другой каршеринг. Мы приехали, здесь можно его оставлять, это важно, если у вас нет машины и вы не очень любите электричкой, про которую я тоже рассказал, она тут рядом. Там люди живут, детей, кстати, много, мы видели, только что гуляют, но сейчас, наверное, будний день, и они либо в там садике, либо уже, может быть, не знаю, легли спать. Кстати, по поводу парковки, я вижу, что с парковкой вполне себе, ну, так свободно, но здесь все-таки трехэтажные дома. Когда девятиэтажки введутся, что там вообще, как-то рассчитывали, квадратуру, здесь как в пик, вот вечером, просто сейчас не вечером, здесь можно запарковаться? Приезжали мы в разное время, и на самом деле огромный плюс, я просто сама тоже автомобилист, что в любое время вы здесь можете запарковаться, потому что, учитывая количество квартир, да, и учитывая, что у нас, как бы, очереди многоэтажные, да, это новая очередь, они уже идут девятиэтажные, вы всегда можете найти место для парковки. По инфраструктуре я уже видел Озон, я уже видел Дикси, прям магазин, что называется, в жилом комплексе, что еще здесь есть? Салоны красоты, продуктовые магазины проходили, был невероятный запах, это была шаверма, да, то есть все необходимое, все у нас находится в пешей доступности, да, ну, и про транспортную доступность, если мы говорим про корпуса, которые находятся здесь, до так называемого наземного метро, буквально 400 метров, поэтому... Наземное метро, это вот платформа, да, вот там, я так понимаю, это уже частный сектор, то есть там ничего строится не будет, то есть, в принципе, здесь, что с экологией, я вот, вот, что, что с той стороны, вот, за этими домами? Там у нас поле, за полем дальше лес, поэтому хорошая погода, допустим, как сейчас, пожалуйста, можно пойти позагорать, прогуляться, подышать свежим воздухом. Кстати, покупатели, которые здесь бродили, отметили, и это, наверное, важно для эстетов, что, ну, не только для эстетов, для любителей таких прогулок экологических, здесь по дороге как раз до Питера находятся и Пушкин, и Павловск, то есть те самые дворцы парки, которые построили еще цари Павел и Екатерина, ну, собственно говоря, вот эти знаменитые достопримечательности пригородов Санкт-Петербурга. Хорошо тем, что там действительно большие парки, и там реально кайфово погулять, особенно, когда не очень много гостей Петербурга. Я тогда предлагаю пойти посмотреть, что внутри, и, собственно говоря, дальше продолжить наш разговор. Ну что ж, нам вот так вот имитируем некое распитие чая, вот на деле бахилы, поскольку мы находимся в шоу-руме жилого комплекса Новоантропшена, и сейчас мы, скажем так, вот есть такое понятие евро-двушка, то есть это однокомнатная квартира с одной спальней, точнее, с большой кухней-гостиной. Алина, какие еще планировки есть, чтобы так вот более-менее повыбирать, и что здесь сойдет? Что касаемо планировочных решений, есть как классические однокомнатные квартиры, да, где у нас стандартная кухня, это порядка 10 метров, там есть варианты 11, 12, ну и так далее. Соответственно, и больше спальни, да, но большинство людей сейчас уходят и приходят к евро-формату, потому что действительно удобно, когда здесь можно положить гостей, да, как бы, ну и, в принципе, основное время мы проводим все-таки на кухне, как мы сейчас с вами. Соответственно, что касаемо отделки. Сейчас мы находимся в квартире, которая изначально шла с полной чистовой отделкой, что это в себя включает? Это ламинат 32-го класса, обои под покраску, межкомнатные кашпанированные двери, санузел, то есть плитка до потолка, сантехника, все установлено. То есть, по сути, вы принимаете квартиру и можно уже отмечать новоселье. Для тех людей, которые хотят, так сказать, воплотить дизайнерские фантазии в жизнь, мы также даем возможность. Есть второй вариант, это квартиры с отделкой white box. То есть, что она в себя включает? Это стяжка пола, ровные белые стены, которые уже можно клеить обои, то есть не нужно там дополнительно что-то штукатурить. Мокрая зона, то есть сантехники там не будет, то есть полностью вы уже делаете самостоятельно свой ремонт. Это все можно включить в ипотечный платеж? Да, сейчас действует акция отделка в подарок, да, то есть вы можете, в принципе, сразу приобрести квартиру, не платя там дополнительные какие-то средства, заказы, отделки и так далее. Вот, поэтому... В случае, скажем так, у нас будут смотреть наверняка не один месяц, если без акции, сколько стоит отделка приблизительно? Ну, сейчас в связи с последними событиями, да, когда строительные материалы у нас сильно выросли, также мы были вынуждены поднять стоимость квадратного метра отделки. Это будет порядка 17 тысяч. 17 тысяч – это все. То есть это материалы, это работа. Для сравнения, люди, которые с этим сейчас не сталкивались, да, не сталкивались с ремонтом, я скажу, что по Санкт-Петербургу, там, по отзывам людей, которые сейчас этим вопросом занимаются, это чудо, если вы найдете какой-то вариант, где у вас отделка будет, там, порядка 25 тысяч. Ну, я с вами соглашусь, потому что у меня в голове, хоть я и не питерец, я, там, условно, из Москвы, у меня в голове еще цифра 50 стоит, ну, такая вот прям, что за 50 можно сделать более-менее хорошую отделку. По мебели, я слышал, что есть какие-то сертификаты, можно что-то тоже, вот, как-то льготно на особых условиях приобрести. Это действительно так, то есть сейчас вы можете получить сертификат на сумму, к примеру, там, порядка 300 тысяч рублей, вам не нужно откладывать, копить денежные средства, да, чтобы потом, когда вы получаете ключи, как-то решить вопрос с меблировкой. Этот сертификат мы также включаем в ипотеку, да, то есть эти денежные средства, и у вас не валит голова, вы спите спокойно, вот у вас там ежемесячный платеж, квартира с полночистовой отделкой, с меблировкой, мне кажется, это очень классное решение. Нет, на самом деле это классное решение, потому что я знаю много случаев, когда люди, ну, немножко, если можно так сказать, не подумав или переоценив свои возможности, наскребли последние средства на то, чтобы купить квартиру, забыли про ремонт, и потом просто либо, я там знаю, но человек, который сделал ремонт только в одной комнате и в ней жил прямо, долго, пока не накопил на следующую комнату и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно, потому что человеку нужно жить здесь и сейчас, или, например, сдавать, что тоже важно, чтобы человек сразу заехал, и иметь возможность, средства, получаемые от аренды, от сдачи в аренду, отправлять на погашение того же самого ипотечного кредита. А, кстати, вот здесь у меня с левой стороны балкон, про который мы уже говорили, там дверь, можно выйти на улицу, мы на первом этаже, и там небольшой палисадник. А по своему опыту я скажу, что я в подобном доме жил в Москве, если можете проверить, есть такой район Новопотапово, это Бутово, это уже территория Новой Москвы, там тоже трехэтажные дома, которые, правда, строились лет, наверное, восемь назад. При этом цены в этих трехэтажных домах, это малоэтажка, существенно выше, чем в соседних, прямо через дорогу, пиковских домах, многоэтажных, ровно по той причине, что вот эта вот камерная обстановка, когда ты знаешь соседей, потому что здесь три этажа, там условно, это 12 всего, там 15, ну 20 семей, которых ты лично знаешь, с ними все время встречаешься, с детьми. А здесь детей много, мы видели колясочную, там, по-моему, порядка шести колясок, с той, с другой стороны, дети постоянно гуляют и дружат, общаются на детских площадках и так далее, так далее. Так вот, на этом балконе я сделал себе небольшой кабинетик и просто там работал, потому что, правда, у меня балкон был с выходом из спальни, поэтому немножко по-другому было, но и здесь тоже вполне себе удобно, особенно, если у вас здесь, я так понимаю, южная, юго-восточная сторона, то есть с утра у вас уже восходит солнце, здесь светло, вы работаете с видом. Ну, в данном случае, все-таки на двор, у меня, правда, там дети будут, детский садик, и, как бы, дети там бегают, веселятся, мне тоже хорошо, приятно, очень атмосферно работать. Давайте теперь самое главное, цены. Что сейчас на данный момент, я подчеркну, сейчас у нас конец мая, вот на днях будет день города Петербурга, поэтому цены могут меняться, если вы нас смотрите в другой период, то, может быть, и туда сейчас такая ситуация. Что сейчас с цены? Ну, сейчас мы подошли к самому интересному. Если мы говорим про сданные дома, как раз-таки осталось небольшое количество квартир вот в этих трехэтажных домах. По студиям, студии начинаются где-то от 4,5 миллионов, но это, хочу подчеркнуть, что большие студии, то есть это порядка 30 метров, да, которые, ну, в принципе, можно зонировать, получить однокомнатную квартиру. Если говорить про однокомнатные квартиры, то это будет где-то порядка там 4,600-4,700, это 33 с небольшим метром. Если говорить про двухкомнатную небольшого метража, это будет 57-58 метров, это где-то уже там 7,5-7,600. Ну, на самом деле цены, учитывая локацию, это важно, да, вот я прям вижу, да, некие комментарии, особенно местных жителей, что это там, ну, как бы это так, по культурнее сказать, что это далеко, да, от города и так далее, и так далее. Я всегда говорю одну фразу, которую знают все профессионалы на рынке, всегда все недостатки, так же, как и достоинства, отражены в цене, поэтому цена здесь говорит сама за себя, за такие деньги вы, ну, в Москве вы не купите вообще ничего, в пределах мука, в Москве за 7 миллионов, наверное, что-то можно поискать, достаточно далеко. В Питере та же самая история, я имею в виду городскую черту, поэтому здесь важно в том смысле, что если у вас нету таких больших средств, или вы, например, хотите переехать из другого миллионника или другого города, или, в общем-то, цены похожи на эти, то это вполне себе хорошая возможность. Говорю по себе, например, я жил в городе Чехов, посмотрите по карте, это около часа, десятки километров до МКАД, не до Москвы, не до центра Москвы, совершенно спокойно работал, ездил, ну, не каждый день, благо у меня такая была работа, но там были люди, которые ездили каждый день туда-обратно, вполне себе спокойно, ну, относительно спокойно чувствовали, понятно, что это сложно, это тяжело, но, тем не менее, это возможно, по крайней мере, в каком-то периоде, или не для всех членов семьи, потому что, ну, это вполне себе реальная история, потому что, например, в том же самом Чехове, зарплаты были 15-17 тысяч, а ездить в Москву, это уже совсем дорогие зарплаты, в 3-4 раза больше, и есть возможность спокойно, нормально жить, платить ипотеку, ну, или, в крайнем случае, снимать, поэтому ничего страшного, я в таких жилых комплексах не вижу, и цены, которые мы сейчас слышали, вполне себе, ну, как мне кажется, достойны для того, чтобы обратить на них внимание, стандартного российского гражданина, ни богатого, ни еще каких-то сверхбольших доходят, мы еще сейчас погуляем, поэтому у нас будет продолжение, спасибо большое, сейчас мы немножко обратим внимание на разные элементы, по крайней мере, вот этого шоу-рума, еще раз напомню, это евро-дву, что здесь большая, комната, кстати, какая площадь у этой комнаты, наверное, здесь, я думаю, что порядка, где-то, наверное, 35, этот дизайн у вас можно, ну, условно говоря, купить такой дизайн, сказать, вот хочу так же, но здесь, смотрите, вам дается сертификат, да, который мы сейчас с вами обсудили, что это можно включить в ипотеку, здесь вы уже сам себе дизайнер, да, то есть вы можете, вы неограничены в выборе, и можете сделать что-то под себя, да, приобрести мебель, которая вам по душе. Ну что ж, давайте, как говорится, подергаем за ручку. Ну что ж, у нас такая традиционная рубрика «Санпроцвет», поскольку, как я говорил во многих наших программах, мне 15 лет занималась сантехникой, это моя такая больная тема. Здесь очень неплохо сделано для такой площади санузла, санкабины, как угодно можно назвать, очень неплохо придумано размещение разных элементов, что хочется отметить. Во-первых, здесь угловой унитаз, это редкость на рынке, его надо поискать, очень мало производителей производит, как я сейчас вижу, это, скорее всего, китаец, хороший китаец. Но, судя по тому, как вы видите на фанабе трубы, вы можете его развернуть прямо, что-то, стандартно, туда лицом, к двери, немножко протянув эту трубу. Очень важно то, что ванна здесь не совсем стандартная. Я вижу, что она чуть-чуть уменьшена, это где-то, наверное, метр тридцать. Ну, судя по плиткам, раз, два, три, 30 сантиметровые плитки. Ну, собственно говоря, это, конечно, такой нюанс, на который важно обращать внимание. Для людей, которым не обязательно нужна ванна, я рекомендую, конечно, поставить такую, как бы, как душевая кабина, но не с пластиковым подданным, а пункту с плиточным трапом. Это красиво, современно, модно. Ну, что самое важное, это гигиенично, потому что, когда у вас нет вот этих всевозможных швов с герметикой, это очень важно. Здесь у нас размещена небольшая стиральная машинка с фронтовой загрузкой. И над ней акриловая раковина, например, бетон, неважно, тоже очень компактно все размещено. То есть вы в данном случае освободили от машинки кухню. И на кухне можно поставить, например, посудомощную машинку и больше разместить всевозможные в кухонной бутыре. А также есть место для небольшой мебели в ванной комнату. И, кстати, если вы, например, вот этот унитаз сюда подвинете, то здесь можно даже поставить такой пенальчик с дверьми, там разместить полотенце и что-то еще, там, какие-то женские дела. Ну, а все остальное достаточно стандартно. Здесь ревизия вполне себе. Ну, конечно, это совмещенный санузел, поэтому, если у вас очень большая семья, то, наверное, нужно выбирать либо другую тренировку, ну, либо ждать очереди. А другой вариант нет. Все сделано вполне себе прилично. Обращайте внимание, что здесь вот сделан, например, переход с тонкого на толстую трубу. Поэтому вот в том месте важно, где расширение, важно делать в нижней части. Потому что, если вы сделаете, точнее, в верхней части, если вы сделаете в нижней части, у вас что-то, волосы и прочие-прочие званы будут забивать этот переход. И может потом накопиться песок, все остальное. И это придется постоянно чистить. Поэтому очень внимательно на стыке. Для такой небольшой, можно сказать, квартиры, очень даже комфортная прихожая, коридор, как угодно его можно назвать. Вот здесь у нас входная дверь, вход в санузел, шкаф достаточно большой. Можно, естественно, его сделать таким мишевым. Ну, и здесь вот такой небольшой уголочек, куда тоже можно, наверное, поставить зеркало, если что-то еще, небольшую тумбочку и так далее, и так далее. Причем это можно комбинировать и с функциями самозла, и с функциями прихожей. Здесь у нас большой, достаточно широкий вход, причем освещение здесь, вот в этом коридоре, оно попадает оттуда с балкона, с окна, и, в принципе, достаточно комфортно. Действительно, есть такой недостаток, что у нас некий проход в санузел и здесь же вход с улицы. Ну, что же делать, у нас в большинстве планировок именно такие вещи сделано, потому что не такой квадратуре, к сожалению, сильно развернуться негде. Пройдем в комнату. Ну что ж, мы попадаем в такую, из прихожей, в такую достаточно просторную кухню-гостиную. Здесь, как видно, достаточно большой диван, он может быть даже двухспальный, не будет мешать проходу, если даже его разложить. Ну, для гостей, для родственников, для тещи любимой. Там, откуда, собственно говоря, смотрит камера спальня, мы сейчас туда пройдем. Достаточно большой кухонный уголок, потому что я здесь вижу, встроено все, и посудомоечная машина, и шкафы, и духовка. Естественно, это можно комбинировать как угодно, раковины, и даже еще остается место. Ну, соответственно, все очень-очень даже удобно с точки зрения размещения. Ну, все это кухонные утвари, вытяжка, вот там она тоже есть. Столик, два стула, я думаю, что если сдвинуть стол сюда посередине, то здесь совершенно спокойно, или к дивану, 4-5 человек можно разместить, не, что называется, не создавая, прям, что называется, тесноты, и при этом можно будет даже проходить сзади, выходить на балкон, проходить в спальню, в санузел, и, естественно, на выход в прихожую, и дальше на улицу. Посмотрим, что в спальне. Ну, на мой взгляд, это классическая планировка, такая небольшая спальня. Видно, что здесь вот кровать двухспальная, но не самая, что называется, большая, где-то 160 в ширину, с обеих сторон есть подход, можно сделать шире, но тогда вам будет сложно здесь проходить. Большой достаточно одержанный шкаф, ну и, собственно, там под окном тоже можно что-то разместить, если очень нужно, но мне кажется, что это максимум того, что можно сделать. Наверное, в случае, если вы хотите как-то потесниться, да, если у вас нет возможности, а семья все-таки большая, то, наверное, здесь можно сделать детскую, а родителям жить в кухне-столовой. Это сложно, но, тем не менее, многие так делают. Пойдемте на балкон. Итак, мы на балконе, он достаточно большой, в том смысле, что здесь можно совершенно спокойно поставить рабочий стол, если, например, вы хотите сделать кабинет. Естественно, придется немножко его утеплить, потому что это, ну, это не выдержит тепла. Я, например, в том случае, где я жил, у меня был и утепленный пол, причем не специально, а добрым теплом, так называемыми, такими тепловыми ковриками, а стены, конечно, были утеплены. Здесь выход, вот ручка, к сожалению, мы сейчас не можем показать, но, потому что просто дверь закрыта, замка нет, нет ключа, и здесь выход на небольшой полисадник, ну, где-то он площадью, наверное, 4 на 6, тут можно несколько цветочков посадить, не знаю, может быть, какие-то кустики ягодных всяких культур, вот там вижу, что-то уже даже высадили, ну, вполне себе такой удобоваримый огородик, да, можно сделать. Просторно, сейчас конец мая, светит солнце, здесь жарко, реально жарко, потому что это южная сторона, и солнце вот оттуда идет, сейчас вот близится к 12 часам, здесь очень хорошо прогрелась, и, в общем-то, площадь позволяет это пространство использовать вполне себе, а не только чтобы, что называется, выйти и хранить здесь какой-то, не знаю, хлам, велосипеды, и так далее. Кстати, насчет велосипедов, поскольку это первый этаж, здесь, точнее, это малоэтажка, здесь очень мало соседей, как я уже говорил, то вот колясочная, она же велосипедная, я имею в виду в подъезде, в парадном, такое место, вряд ли это будет прям какой-то удар по безопасности, большинство людей в таких домах хранят подобные вещи, и коляски, и велосипеды, самокаты и прочее-прочее, вот именно там, не завозя это к себе, неважно на какой этаж. Естественно, поскольку это трехэтажный дом, то здесь нет лифта, и в этом смысле первый этаж здесь это преимущество. Ну, помимо полисадника, еще и то, что вы фактически, если с детьми, совершенно спокойно можете заходить с колясками, с детьми, заходить прямо в квартиру, не тащить эту коляску наверх по лестнице, потому что, как я уже сказал, лифта нет. Но также вот этот выход на улицу, если у вас дети у домика, в том, что сделал небольшую дорожку, вот он вышел и пошел погулять, ты за ним присматриваешь, потом крикнул, Боря домой, и он домой на обед. Ну и так далее, удобно на первом этаже, вот в таких жилых комплексах первый этаж это преимущество. Ну что ж, вот этот вот самый полисадник, теоретически, здесь можно поставить даже какие-то стульчики или кресла, наслаждаться свежим воздухом, посадить здесь какие-то цветы, может быть, ягоды, говорят, то даже кто-то посадил кабачки. И вот, собственно говоря, дверь, через которую вы попадаете непосредственно на балкон и кухня-гостиная. Все очень удобно. Ну и, как я уже говорил, да, вот тут можно сделать какую-то дорожку, чтобы дети сразу выгнали во двор, за ними совершенно спокойно следить и звать домой, минуя подъезд. Парадный. Ну, это так называемая лестничная площадка, то есть это вот этот коридор, который является переходом, да, в жилую часть из-за парадного, из-подъезда, потому что лестница вот находится за спиной оператора. Видно, что здесь на площадке у нас только пять квартир. В общем, достаточно просторно. Кому-то может показаться это слишком много, но, во-первых, здесь есть специальный блокирующий тамбур. Это отдельная история. С той стороны такой же, это симметрично два крыла. Мне кажется, что пять квартир вполне себе нормальный стандарт, особенно если учитывать, что здесь очень много детей, и это как бы не является недостатком в том смысле, что они, естественно, друг с другом дружат. Очень компактное проживание, всего три этажа. Соседи друг друга очень хорошо, наверное, должны знать, потому что, ну, вот такое количество. Мне кажется, что вполне себе нормально. Ну что ж, друзья, у меня за спиной вот четыре корпуса, я вижу, находятся в разной стадии строительства. Расскажите, Алин, когда они сдаются и, соответственно, какие сейчас цены? Ну, на самом деле, все корпуса у нас сдаются уже в следующем году. По степени готовности можно догадаться, кто сдается раньше. Первый корпус у нас сдается в середине 23-го по всем корпусам, да и, в принципе, по всем проектам практически мы берем полгодной передачи ключей. Ну, по традиции, сдаем мы досрочно, соответственно, раньше сдается дом, раньше начинается передача ключей. У нас есть такая традиция. Да, это правда, я это читал в каталоге и в отзывах на сайте. Посмотрите, действительно, застройщик, ну, вот, обладает такой... Это, кстати, не единственный случай, но, тем не менее, вот сейчас в ситуации экономической нестабильности, когда, тем более, правительство России дало возможность застройщикам задерживать сроки без штрафных санкций в этом году до 31 декабря. Я думаю, что некоторые, особенно крупные застройщики, будут этим пользоваться. Но вот в данном случае застройщик, наоборот, сдает раньше. Мы видим, что стройка идет на всех корпусах. Здесь вот идут фасадные работы, там что-то сверлят, штробят и так далее. Краны все, я вижу, вращаются, работают, там тоже вот тот, который дом в более высокой стадии, там вот несколько человек на разных этажах тоже занимаются какими-то отделочными работами, что с ценами и с ипотекой, конечно. Ну, пришли мы к самому интересному. По ценам студии на сегодняшний день у нас начинается от 3-4 ста. По однокомнатным квартирам. Однокомнатные квартиры здесь больше метража, чем мы смотрели с вами в сданных корпусах. То есть это будет где-то 4-600. И по двухкомнатным квартирам они начинаются от 6-900. Что касаемо ипотеки. Ну, это, в принципе, самое интересное сейчас. Мы запустили программу ставку 0,1%. Уникальность... На весь период. На весь период, да. То есть, как бы, это порядка, там, 30 лет. Есть несколько банков, с которыми мы работаем именно по этой программе. И здесь уникальность заключается в том, что это не только для семейных людей, да, у которых есть ребеночек, который родился после 18-го года. Любой человек может взять эту ипотеку, да, с первоначальным взносом от 15-ти процентов. Что касаемо условий. Квартира идет с небольшим удорожанием. Но если посчитать, то переплата за весь период составляет где-то порядка 60-80 тысяч. Ну, то есть, такого никогда не было. Если мы берем небольшое удорожание, да, и, к примеру, из расчетов. По студии у нас получается ежемесячный платеж порядка 8300. То есть, вот у вас своя квартира, которую вы получаете... 8 тысяч рублей. Да, в следующем году. И ежемесячный платеж всего лишь 8 тысяч. Если говорить про однокомнатную квартиру, хорошие однокомнатные квартиры, 36 метров, платеж у нас составит 10700, и вот она ваша. Ну, то есть, смотрите, многие, естественно, сомневаются, скажут, в чем здесь подвох. Я расскажу, в чем подвох. На самом деле, он рассчитан на тех людей, которые либо покупают для себя с расчетом жить достаточно долго, ну, вот тот самый период 30 лет, либо на людей, которые предполагают это приобрести, чтобы сдавать в аренду. Опять же, достаточно длительный срок. Если вы хотите, ну, что называется, заниматься спекуляциями, этот формат точно не для вас, потому что в моменте, естественно, у вас происходит удорожание, и вы банку обязаны заплатить большую сумму. Поэтому здесь у вас не получится этим отработать. Но если вы посчитаете, например, насколько я знаю, в среднем удорожание при таких кредитах, ну, там, на 20-30%, 30 лет, то есть, это 1% в год удорожание, если так можно раскинуть. Ну, сами знаете, какая у нас инфляция. То есть, вероятность того, что стоимость этой квартиры вот на эти 30%, за эти 30 лет подорожает, ну, практически 100%. Но, тем не менее, я всех призываю брать калькулятор, внимательно смотреть все эти схемы и выбирать ту схему, которая вам максимально подходит. Но, тем не менее, то, что мы слышали, факт остается фактом. До 10 тысяч рублей ежемесячный платеж – это очень комфортный платеж для большинства, ну, наверное, потенциальных покупателей, если можно так назвать, стандартного класса вообще в нашей стране, а не только в Петербурге и Ленинградской области. Борис, раз вы затронули тему спекуляции инвесторов, здесь мы тоже не обошли их стороной. Есть уникальная рассрочка, это 50 на 50, да, где идет расчет от 100% платы, она идет без удорожания, да, без каких-либо там подводных камней. Соответственно, 50% мы вносим сейчас, и остаток мы вносим к окончанию года. То есть, вы точно так же можете квартиру переуступить, либо взять ипотеку на остаток вот этой суммы, в зависимости от того, какие у вас цели. К окончанию года или к окончанию строительства? К окончанию года. Этого? Этого года. То есть, в принципе, у вас есть возможность, учитывая, что стройка идет полным ходом, и, конечно же, скажем так, с продолжением ее стройки, с увеличением этапа строительства, все стройки дорожают. Поэтому есть возможность, конечно, ну, если уж не заработать, то как минимум припарковать ваши деньги. Это действительно уникальная возможность. Ну, уж давайте тогда добавим. Работаете ли вы с партнерами, особенно с регионами? Я имею в виду агентов, риэлторов, как сколько угодно. Да, то есть, мы являемся как и прямой отдел продаж, да, то есть, так как мы застройщик. Ну, и также мы работаем с региональными покупателями, которых достаточно большое количество. Соответственно, также мы работаем с агентами. У нас есть отдел дилерских продаж, да, то есть, у нас есть замечательный человек Айрат, который у нас работает специалистом показа, который всегда может показать, рассказать, да, то есть, провести, показать, там, стройку, показать тот же самый шоурун, в котором мы сегодня были, да, показать квартиры с белой отделкой, вот, поэтому welcome. Какие комиссионные? По комиссии, на сегодняшний день комиссия составляет порядка 4%, вот, поэтому это, в принципе, одна из самых больших комиссий, которые сейчас есть на рынке. Это правда, ну, для московских риэлторов это вообще уникально, там таких ставок нет нигде, ну, по крайней мере, я про них не слышал, поэтому региональных партнеров, естественно, я приглашаю, тем более, что еще раз скажу, что цены здесь сопоставимы с большинством регионов Российской Федерации, ну, естественно, я имею в виду, в основном, крупные города. Спасибо вам большое, я на десерт пройду на детскую площадку, и, кстати, здесь вот лайфхак, вот тут на балкон, балкон очень эффективно используется, угловой, и там два велосипеда на крыше, а здесь очень неплохая такая альпийская горка, что, мне кажется, для жителей подобных жилых комплексов очень хорошо радует глаз и добавляет комфорта в повседневной жизни. Ну, что ж, вот такая современная спортивная площадка, за моей спиной детская площадка, очень даже все выглядит красиво, комфортно, удобно. Мне лично, конечно, такие комплексы малоэтажные нравятся больше, чем многоэтажные, но, как говорится, это на вкус и на цвет, ну, и, конечно, на кошелек. Если у вас нет возможности купить здесь в готовом, то, вот, как я уже говорил, как мы уже говорили с Алиной, здесь строятся дома с разной степенью готовности, но все они условно в ближайшее время, в ближайший год будут сдаваться, поэтому заселение, что называется, не за горами. Как утверждает застройщик, в ближайший год, то есть в этом году, 22-м, здесь будет обновление всех площадок, плюс будет существенно усилено озеленение, здесь появятся деревья, ну, и, конечно, гулять, в том числе с детьми. Кстати, очень много детей, даже сейчас там на детской площадке, несмотря на будний день, дети есть. Очень много семей с детьми, пожилых пар здесь есть, поэтому вот для разной категории покупателей данный жилой комплекс подходит. Ну и, конечно же, это, ну, скажем так, такое достаточно доступное, если можно так сказать, жилье с интересными вариантами, в том числе, как я уже говорил, полисадника и планировок и прочее, прочее. Поэтому обратите внимание, если вам что-то понравилось или остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, обращайтесь непосредственно к застройщику, все контакты там. Ну, естественно, приезжайте в Петербург, в Ленинградскую область. Впереди лето, здесь будет интересно, тем более, что внутренний туризм, как мы вчера слышали на конференции, в этом году будет очень активно развиваться, в частности в Петербурге, потому что юг нашей страны, за исключением, возможно, Сочи, транспортно становится более сложно доступным. Такая у нас ситуация. Поэтому самое время подумать о том, чтобы или переехать в Петербург, ну, или для питерцев, которые не имеют большие доходы, рассмотреть такую возможность для покупки квартиры для своих детей, ну, или еще для кого-то. Берегите себя, свой дом, своих близких и свой бизнес, если он у нас есть. Естественно, риелторов я приглашаю к сотрудничеству. Здесь все предоставлено для того, чтобы вам зарабатывать. Пока, до встречи где-то в интернете.